176 день войны запомнился во первых встречей во львове а во вторых новыми взрывами в крыму и не только в общем сплошная бавовна встреча на самом деле серия встреч была на мой взгляд очень важна и касалась вполне практических вещей таких как например обеспечение безопасности запорожской атомной электростанции и расследование оон в еленовке и обмен пленными я не буду здесь подробно рассказывать о чем шла речь вы все сможете найти в сети да наверняка и сами все уже слышали по телевизору тут важно то что у всех трех львовских переговорщиков зеленского эрдогана и гутерреша более-менее близкие взгляды на возможные варианты решения этих проблем помимо прочего эрдоган по видимому выполнил просьбу путина и передал зеленскому предложение по началу мирных переговоров иначе зачем бы зеленский стал публично повторять что он сядет за стол переговоров с московией только после полного вывода российских войск из территории украины и эрдоган и гутерреш выслушали зеленского с пониманием эрдоган даже счел нужным еще раз повторить что турция в этой войне однозначно на стороне украины стороны еще раз продемонстрировали единство взглядов по всем ключевым проблемам этой войны чего разумеется нельзя сказать о пудлере у него по всем этим вопросам есть своя глубоко оригинальная позиция беда только в том что он ее внятно не может сформулировать а когда его соратник димон недоразвитый берется таки обличить ее в слова то без использования фекальной лексики он обойтись уже не может в принципе зеленский прав разговаривать не о чем ну о чем можно разговаривать например с медведевым да и с путиным тоже они уже давно утратили способность реалистично оценивать свое положение живут в выдуманном мире в котором у них под ружьем выдуманная вторая армия мира и управляют они купающимися в благодеяниях народом они уверены что по-прежнему на что-то влияют и их мнение кого-то интересует а между тем торги на московской бирже показали со всей ясностью ту траекторию которую описала россия за последние несколько месяцев сегодня впервые объем торгов долларами оказался меньше торгов юанями что ж поздравим россию она добилась чего хотела она ушла из сферы влияния сша а уж как она страдала как мучилась от этого американского империализма просто сердце кровью обливалось смотреть как янки над ней бедной измывались теперь-то она обретет наконец покой вместе со своими новыми друзьями китайцами эти быстро ей объяснят что к чему и где и у какой параши ее место пусть посмотрят на своих африканских коллег эти уже наелись вдоволь дружбы с китаем и ностальгически вспоминают золотые денечки европейского колониализма но и по делам они сами этого хотели и они это получили в условиях существования де-факто двуполярного мира нельзя уйти от запада не попасть в объятия китая даже столь любимая всеми кремлевскими политологами гравитационная модель мировой политики констатирует что нельзя создать собственный центр силы контролируя всего лишь два процента мирового ввп и полтора процента населения они правда любят эту модель применять только при анализе отношений украина россия но на более глобальные обобщения их фантазии или смелости не хватает а новые взрывы в крыму и не только белгородской области взорваны склады боеприпасов двадцатой армии воюющей под изюмом фейерверки просто превосходны в новой каховке опять ракеты попали в мост и дорожное полотно на дамбе кроме этого были еще взрывы уничтожена база оккупантов еще взрывы в керчи детали уточняются по меньшей мере четыре взрыва под севастополем в том числе на военном аэродроме бельбек кому интересно сообщаю на аэродроме бельбек дислоцируется 38 истребительный авиационный полк ввс рф в его составе 12 су-27 12 су-27 см 3 су-27 уб и 5 су-30 м2 а также там находится севастопольский авиационно спасательный центр мчс рф если удары были хотя бы даже наполовину такие же эффективные как в новофедоровке и под джинкоем то можно поздравить нового командующего черноморским флотом вице-адмирала виктора соколова первый рабочий день у него выдался на славу кстати теперь у украины будет свой военный спутник слежения и зсу будут получать информацию в режиме реального времени так что точность и оперативность реакции украинской артиллерии как ствольной так и реактивной вырастет еще сильнее ну вот и все на сегодня денек опять выдался неплохой и опять стало еще понятнее что победа однозначно будет за нами потому что наше дело правое а враг будет уничтожен слава зсу слава украине детонация боеприпасов продолжилась и уже через некоторое время в сети стали появляться кадры на которых видны мощные вспышки и красное зарево по словам губернатора региона причина пожара устанавливается я отмечу что от поселка тимонова до украинской границы около 50 километров советник главы офиса президента украины алексей арестович заявил что в белгородской области взрывались склады российских частей которые воюют в украине на изюмском направлении проверить эту информацию мы пока не можем и новые взрывы вчера также гремели и в разных частях оккупированного россии крыма так жители керчи это восточная часть полуострова крым рядом с крымским мостом сообщали что вчера вечером слышали громкие звуки похожие на взрывы оккупационные власти объяснили взрывы работой системы пво опасности для города и крымского моста нет написал так советник так называемого главы крыма олег крючков российское агентство тасс сообщило что звук был похож на раскат грома у автомобиля сработали сигнализации со ссылка на местных жителей агентство сообщило о двух взрывах керчи также слышали и сирену воздушной тревоги также вчера приходили сообщения о взрывах в районе военного аэродрома бильбек под севастополем это уже юго-западная часть крыма информационное агентство reuters со ссылка на место источники сообщала по меньшей мере о четырех взрывах глава оккупационной администрации севастополя михаил развожаев заявил что в районе аэропорта был сбит беспилотный летательный аппарат и по его словам повреждений пострадавших нет местные жители которые живут в нескольких километрах от военного аэропорта бильбек сообщали что в районе аэродрома слышны взрывы и виден дым а в телеграм-канале бывшего так называемого министра обороны днр игоря гиркина накануне вечером появилось сообщение я процитирую удар по аэродрому бильбек пожар и детонация